По традиции в мае россияне стараются брать мини-отпуск, чтобы навестить родных, поработать на огородах или просто отдохнуть. Брать или не брать отпуск на майские праздники? Этим вопросом часто задаются россияне, в том числе и жители Тверской области. Прежде чем писать заявление, предлагаем выслушать аргументы за и против мнения экспертов, которые выслушал наш корреспондент. Одни на майске отправятся в небольшое путешествие, а другие на приусадебные участки копать грядки. Но загвоздка в том, что между Первомайскими и Днем Победы целых три рабочих дня. Придется отдых прервать. В прошлом году в связи с пандемией рабочий промежуток с 4 по 6 мая объявили выходными и отдыхали целых 10 дней. В Госдуме этой весной предложили повторить опыт. Но пока не прерывать праздники, можно лишь взять в отпуск. Мы поинтересовались, у жителей Твери считают ли они его выгодным в мае. Я считаю, что невыгодно, потому что на майские праздники будут так и так выходные. Иногда зарплата не хватает на отпуск в мае. Лучше его использовать летом. Если никогда вас больше не отпускают, то вариантов больше нет. Можно и в мае на эти майские выходные. Ну, думаю, выгодно. В любом случае. И действительно эксперты отмечают выгоду. Отпуск в мае убьет разом двух зайцев. Согласно Трудовому кодексу, 1 и 9 мая не рабочие, праздничные дни. И не являются обычными выходными, которых в мае из-за переноса с новогодних каникул много. Они не включаются в отпуск, а продлевают его, даже если они являются для работника рабочими по графику сменности. 2, 3, 7 и 8 мая не оплачиваемые дни. Но если войдут в отпуск, то будут оплачены по среднему. Соответственно, в итоге за месяц работник получит больше денег. Идти в отпуск в мае, пожалуй, не получится только у работников сельского хозяйства. Ведь у них пассивная. У всех остальных от майского отдыха только плюсы. И выгодно взять отпуск на майские праздники с 1 по 10 число. Поскольку за 8 дней отпускные начислят, и в мае 18 рабочих дней за 15 начислят и заработную плату. Выгодно. Работник здесь ничего не потеряет. Если же работник пойдет в отпуск с 4 мая, ему выгодно в днях, а в зарплате он потеряет. В соответствии с частью 3 статьи 112 Трудового кодекса, если в праздничный день выходим на работу, эти дни оплачиваются работодателям в виде дополнительного вознаграждения. Это те, кто трудится на сдельной, повременной, повременно-премиальной оплате труда. Зарабатывать же или заниматься присадивными работами, это уже решит каждый сам.